Я помню, когда он был такой маленький. Сегодня он учится в Щукинском училище. Занялся политикой и поет. Поет неплохо. Я вот хочу, чтобы вы его как-то встретили так по-теплому. Александр Блок! Спасибо. Дорогие друзья, я сейчас стою в часах моего отца. Эти часы 18 лет хранил у себя лучший друг моего отца, а также мой крест. Мы на третий день, наверное, после Мишиной смерти, мы на третий день его покрестили. Покрестили, да, дома. Дома-дома были. Да. Он был еще вот такой вот. После смерти Мишиной сели мы с Иринкой, что-то так заплакали оба. И она говорит, я хочу, чтобы это у тебя было. И 18 лет прошло, я хочу это вернуть, потому что это Мишина часы. Вот. Есть кому их носить? Блин, я правда. Ирин. Давай Сашку. Да. Да. Одевайся. Ты очень хорошо все расстроился. Сашка просто часы хотел очень, понимаете? Илюшка принял. Саня, успокойся. Он всегда хотел часы. И как вообще так? Прямо получилось. Просто сегодня вот с отца. Да. Слушай, сохранил, ведь столько лет прошло вообще. Ну а как? Илья Михайлович, ты вообще, конечно. Ну, это не подвиг. Это долг. Это момент такой, истинно. Дай бог. Причем это новые часы были. Это ему только подарили на день рождения. Ну да, 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 да. Да, 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 только. Вот прям вообще они. Он их поносил. Это подарили на сорокалетие ему. Вот эти часы. Каждое лет я приезжаю на фестиваль, посвященный памяти Михаилу Кругу. Я удивляюсь, как много людей туда приезжает. Даже, наверное, на концерт любого другого знаменитого певца приезжает намного меньше. Мой отец написал много песен. Но мало кто знает, что я тоже пишу. Стихи, песни. И вот я решил устроить такой сюрприз. Я прочитаю свое стихотворение. Называется оно «Багровым вечером». Багровым вечером на берегу реки Сижу я и шури спальше. Я думаю о том, что впереди И вспоминаю все, что было раньше. Я забываю то, что было позади. Закат напомнит про моменты шибко. И я сижу. И у меня внутри воспоминания. А на лице улыбка. Воспоминания, где чистая любовь. Где голос твой и аромат духов прекрасный. И я прожил бы те моменты вновь, Где первый поцелуй был страстный. Воспоминания про близких и друзей. Прогулки от рассвета до заката. Воспоминания про нужных мне людей. Хотел бы я попасть туда когда-то. Я на мосту моргает в фонарях. И летний вечер дует ветерок обильно. Прекрасные вечера в полях. И я люблю закат так сильно. Багровый свет на пляже золотом. И я пишу без ноток фальш. Я думаю над тем, как быть потом. И вспоминаю все, что было раньше. Чего и что артисты заводят? Дядя, дядя, папа, папа. Как мы разговариваем с утра. Ну, что у нас там на фотографии? Покажи. Сашенька, покажи фотографию. Саш. Папа, папа, папа. Папа, папа. Папа, папа. Папа, папа, папа. Елена Викторовна, на третий месяц ходит. Та-ра-ра. А не бойся. Иди, я тебе подам. Фу. Свет, чего тут ходишь? Ой, лавит. Ну, представляешь, какое тяжело. Готовлюсь, стираю. Лех, я сейчас сам хожу на курсы. Ты знаешь, молодых пап. Да, с работы прихожу. Дровишки надо поколоть. Знаешь, машину привезут. Всех накормить. Всех накормить. В третьей столовке варю. Поваром работу хожу после двух. А ты где работаешь сейчас? Ну, сейчас я в обществе работаю. А молочную кухню не ты там варишь? Нет. Дядь Леша. Творог-то? А, повесить. Уже не халпурить. А мне сказали, что Лешка там влаешь в молочную кухню. Да. Ты, наверное, скрываешь. Злые языки. Творог там не ты к черешке ворочишь. Хе-хе-хе-хе. О, мы у Лешки дома. Да. Число какое сегодня? Сегодня 26-е. 26-е. Ровно. Ой, колясочка какая. В ноябре. Пап, на. О, а это? Ой, Мерседес. А это друзья-соратники подарили. Ой, спасибо, Михаил Лешкин. Смотри. Ой. Шапочку, Ваня. Брали соратники. Шапочку, Ваня такую. Шапочку. Интересную. А это да. Новая. Да. Коляска. 500 долларов. Да. Да, Миш. Ой, наши ягодки лежат. Кормить пока не заходите. Все, я не захожу. Ирина Крикторовна, а вы учиться пока кормите-то? Да. Как тебе там это? Процесс идет. Да. Маленька. Будешь пельминчики? Не будешь, моя ягодка? Вы уже варите? Варим. Все. Мы сидим. Вон телек у них там. Лешка купил новый. Колясочка тут все. Это я. Семьдесят восемь, восемь. Не побрился. Я с гастроли только приехал. Да, да, да. Живу. Вот мальчик. Да. Чик. Виктор, а что делать-то? Реже. Замещаю хозяйку. Каваласки. Ягодка, посмотри на меня. Я тебя сниму-то. Снимите. На камеру, молодая. Снять хотите? Да. Любовь, понимаете, что ты кашляешь? Болела же я тут. Да. А, я тоже болел. Знаете, как у меня все заложило? Уши. Вообще ужас. Только молоко. Не воды, воды. Леонид Михайлович. Говорю, сейчас на холодильниче делимся, как на курсы записались. Ты не рассказывал тебе? Лех, а я тоже хожу. Я же тебе говорил. Ну, ты и говорил. Творк мешать. Творк мешать. И в службу быта стирать пеленки. Лех, я сейчас сам хожу на курсы, ты же знаешь. Нахожу. Молодых пап. Да, с работы прихожу. Дровишки надо поколоть. Знаешь, в машину привезут. Всех накормить. Всех накормить. Ой, наши ягодки лежат. Ирина Квикторовна, а вы учитесь пока кормить-то? Да. Как все там это? Процесс идет. Да. Творк там не ты, там к черешке ворочишь. Да, он очень хотел ребенка. Для него было это таким счастьем. Потому что это такой долгожданный, любимый, от любимого человека. У нас просто так все взаимно. И мы вдвоем ждали его очень. Мы в течение месяца не могли назвать сына. И буквально вот перед этим событием, все мы как-то с ним сидели. Я говорю, Михаил Юрьевич, давайте Саша, Александр. Он лежал, думал, правда, у него мама брата, зовут Саша, он недавно тоже умер. Наверное, в честь его он подумал, согласился, говорит, все, Саша, завтра едем его регистрировать. Поехали, Александр Михайлович. Мы хотели его в хоккей, ну, вдвоем. А сейчас вот думаю, может, его в музыкальное куда-нибудь, чтобы он поступал. Миша прошел все его. Ну, да. Как-то еще сейчас потерялась немножко. Куда ребенка, как? Но вообще хотели в спорт. Ну, да. Я с такой горечью селеме вспоминала. Вот если бы Миша увидел, как он растет. У меня, видно, в голове было, чтобы ему хочется, чтобы он видел ребенка, чтобы он знал, каким он рос, как развивается. Изначально мы, в принципе, с самого детства мы всегда говорили о Мише. Как будто, как о живом, о нем. Это было всегда. И были трудности у нас с Сашей, когда он уже стал постарше, лет 12. Это был кризис, когда он уже это осознал, что отца нет. И произошла у нас такая в жизни, в семье трагедия. Конечно, я даже за него переживала очень. Папа, ты еще? А ты можешь спеть? Я не умею. Ну, спой, ты же нафе. Я не хочу в один виски кетрау петь. А чего? Спой, что ты хочешь? Ну, у нас как-то это все постепенно. Зоя Петровна, бабушка, она всегда Миша. Мы его всегда брали на кладбище. Хотя я очень боялась этого. Я не хотела, чтобы они как-то ему рассказывали. Я не хотела, чтобы брали на кладбище, потому что я за ребенка переживала. Потому что это действительно стресс. Поют о жизни, о свободе. Мне нравятся золотые купола и Владимирский сын. Я однажды подрался в школе, и мама, прихожу домой, и мама сказала, что надо, папа бы сказал, чтобы я изменился перед этим мальчиком. Вот, ну, мы как-то, может быть, она правильно все это сделала. Мы как-то подвели это. И уже в осознанном возрасте он уже знал, что нет отца. Что вот у нас была такая трагедия. И как-то это прошло все в мягкой форме. Вот, более-менее спокойно. Хотя были у нас и срывы у Саши. И были моменты, что мне приходилось ему все объяснять. Мы смотрели вместе альбом. Как-то расплакались с ним вдвоем. Я говорю, Саш, ну ты пойми. Ну, раз у нас такая судьба, ну, мы все равно с тобой должны жить. Да, дальше что-то делать. Ты должен радовать. И на самом деле, когда я ругаю его, всегда вспоминаю Мишу. Я говорю, отец бы сейчас бы вот так бы вот сделала. И он стал прислушиваться со временем. Мне это стало помогать. Потому что он у нас был непростой мальчик такой. Ну, единственное, что всегда учился хорошо. Практически отличник. Но характер такой, дай бог. Поэтому нам пришлось его на три года дать в кадетский корпус. Чтобы его немножко перевоспитали как мужчину. Я с такой горечью селеме вспоминала. Вот если бы Миша увидел, как он растет. Сашка. Тем более он на него так похож был. Сейчас больше на Иру черненький стал. У меня, видно, в голове было, чтобы ему хочется, чтобы он видел ребенка. Чтобы он знал, каким он рос, как развивается. И вот с Нисусом народу много-много. А он сидит на каком-то высоком кресле. Не трон, а что-то в одном возвышенности. А я ему подхожу и говорю, Миша, Миша. Ну, ты бы увидел, каким Саша растет. Как он что-то уже умеет. А он и говорит мне, отвечает. Мам, ты думаешь, я не вижу? Я все вижу, я все знаю. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я, Велф Александрович, отцом своих товарищей, Рождество плянусь. Вице иронии, Российской Федерации. Мы достойны великим дел, ноября женского всегда. Поддерживаю. Я прошу, что я не могу. Жизнь, честь, честь, нам, честь. Плянусь, плянусь, плянусь. Плянусь, плянусь. Ты говоришь, ну что, отмечаешь рождение сына, ты вот такие слова говоришь. Причусти у него было, конечно. Спасибо большое. У меня такое откровение, сюрприз, что ты ведешь потрясающе, ведешь вместе с Ольгой такой концерт. Это впервые такого уровня концерт или уже приходилось так вести? Нет, это было впервые. Мне было интересно пробовать тебя в качестве ведущего. Я все-таки учусь театральной институты и мне нужна практика. Больше практики на сцене нужна. Но так долго я еще на сцене не существовал. А там в театральном институте какие-то вот такие вот, чем вот этим именно учат? Как зал держать? Вот это вот... Нет. Такой огромный зал ведь? Нет, не учат. Там ставят речь, ставят дыхание, чтобы говора не было, чтобы речь была правильной. Сложно ли учиться в институте сыну Круга? Хочется ведь, чтобы тебя воспринимали и потом как артиста, как само, самого, да? Это сложно ведь? Да, это очень сложно, потому что в этом есть и плюсы, и минусы. Минусы в том, что от меня требуют больше, чем от других студентов, потому что у меня фамилия Круг. Да. Плюсы в том, что у меня будет больше ролей, потому что меня уже знают. А мама довольна, что ты поступил на театральное, так сказать, вообще? Конечно. Продолжаешь династию, так сказать? Да, конечно, довольна. Стихи давно пишешь? Замечательные стихи. С третьего класса. То есть стихи пишешь и на музыку перекладывается как-то? Они уже песни какие-то оформляются? Есть какие-то, да. То есть уже можно думать о том, что будет какой-то диск, да? Конечно. Хорошо. Скажи, пожалуйста, ты считаешь, вот все, что сейчас делается для увековечения памяти, продолжение увековечения его отца, нормально, достаточно? Это хорошо делается? Это нужно людям продолжение такое вообще? Я считаю, что... Не только тебе, не только Ольге и маме. Я считаю, что вообще нужно эту тему развивать как можно больше. Чтобы проходило в каждых городах в одно и то же время. Потому что это память, это великий человек. Он пел прекрасные песни, от которых плакала вся страна. И вот... Надеюсь, в следующем году на юбилей 60 лет получится сделать огромный концерт в Москве. Спасибо огромное. Я очень рад, что мы с тобой поговорили. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok